Привет-привет, меня зовут Катя, добро пожаловать в мое новое видео. И я на выставке известной художницы. Картина называется «Праздник», с которой открываю это видео, посвященное празднику. Не просто так. Вход стоит три всего лишь рубля, белорусских рубля. И вот она, Раиса Сеплевич. Родилась в 1949 году в деревне Побрезино, Вогрудского района Гродненской области. В 1970 году окончила Нинское художественное училище имени Глебова. В 1976-м Белорусскую государственную академию искусств, кафедра графики, выставлялась во многих странах. Мне нравится, что не фото подкреплено, а график. Та же картина под оховой, то есть под охраной. Картины все заглавлены на белорусском языке. Я буду говорить перевод. И вот эта картина особенно откликается. Я люблю вот все такое антикварное. И даже название у этой картины «Антикварный натюрморт». То есть антикварный натюрморт. Следующая картина очень красочная. Обратите внимание, она корабль с красными парусами. Все так вот символично. А символы, аллегории, все это мне отзывается. Вообще в галерею мастерства прихожу за вдохновением. Адреса выставлю, потому что меня просили обозначать, где я нахожусь. На Минску маленький, вы можете пешком обойти. Вот картина зимняя такая. Снаружи картина, я так понимаю, зимнее светло, а здесь кристальный день. Я потом, когда буду выходить из галереи мастерства, покажу две картины, которые снаружи. Опять показываю, обращаю внимание на красные паруса. Красные паруса будут фигурировать на другой витрине галереи мастерства. Вот все не просто так. Вот это вот очень красочная картина. То есть навстречу празднику. Даже хочу назвать это видео навстречу празднику. Потому что я снимала выходные, посвященные Дню Революции. У нас это праздник. Даже выходные дают. Вот скульптура. 850 белорусских рублей. 355 белорусских рублей. Очень интересные. А вот эта картина, это просто вот мое детство. И моя мама, свет. Как я в первый раз попала в галерею мастерства, мама меня сюда привела. Мы здесь покупали картины вместе с дизайнером. Ну как же она мне нравится. Просто чудо какое-то. Здесь тоже очень интересное и название, и позиция. Натюрморт с шишками и на волю. Снаружи будет натюрморт с шишками. Там также будет лимон. Я все покажу. Ну и опять показываю эту картину. Она мне очень нравится. Вообще везде вот есть какой-то отклик. Интересная художница. Оксамитный час. Называется действительно оксамит. Плотная ворсистая ткань. Ручина работы шелка, золотых, серебряных нитей. Можете остановить, посмотреть. Суничная поляна. То есть земляничная поляна. Вот так вот по-своему. И везде птушка, птицы, березы. Земляника тоже, наверное, что-то означает. Помаранцевый вечер. То есть оранжевый вечер, если переводить белорусского языка. Какой же все-таки красивый белорусский язык. Вверху зима. То, что нас ждет. И даже у меня настроение. Чаромный день. То есть волшебный день. И сегодня все тут снято. В этом ролике это у меня волшебный день. И вот мама с дочкой. Это очень красиво. Далее картина. Смотрите. Петушок в окошке. Господынька. То есть хозяюшка. Подсолнухи. Это так душевно. Это так тепло. Я так люблю такое творчество. Мне отзывается. Господынь-педревы спускают из небесу. Я обратила внимание, что у этой художницы много. Картина с деревьями. Это символ. Что-то значим для нее. Эта картина следующая. Мне тоже навеяло. Мое детство. У нас была калитка. Я на ней любила кататься. А крок у неведомая. То есть шаг в неведомое. То есть для девочки. Вот я тоже так же познавала мир. А вот эта картина будет встречаться еще внутри другой картины. Обратите на нее внимание. То, что она называется рамонки. То есть ромашки. Далее вот такая вот интересная картина. Сейчас модные шоколадные оттенки. Можно сказать, она в тенденциях на передо дни. То есть накануне перевод. И еще хочу попросить у вас, как называются вот эти зверечки. Они так красиво изображены на картинах этой художницы. Речка Валоука. Она протекает в Новогрудке. И она родилась в Новогрудке. Можете обратить внимание. В начале ее биография. Мне снятся сны следующие. Картина. Вот здесь вот интересно. То есть в Новогрудской области она родилась. Помишь столетиями. Чарованная кветка. Помишь столетиями. И волшебный цветок. Так и называется. И опять, видите, вот этот вот зверечек. И это так красиво смотрится. Есть в этом что-то. Эта картина называется пивония. То есть пион. Я сначала не обратила внимание, что здесь фигурирует пион. Но здесь фигурирует. Напоминает о весне. У меня есть даже пионовое видео. И вот эта вот картина, опять же, детства. Но детство мальчика, на мой взгляд, ранится. То есть утро. Это, наверное, две картины, посвященные утру. Они такие философские. Вот мальчик с колесом. Вот сова в короне. Или филин. Забыла отличие филина от совы. Когда ты изучала с сыном. Там это тоже очень такой тонкий момент. Красные цветочки вдалеке. Наверное, дикие маки. Сон зимнего дерева. Сон зимнего дрэва. И обратите внимание, вот я и увидела эту девушку с букетом ромашек. Совершенно случайно. То есть очень интересно ходить по этой выставке. Я люблю такие не грандиозные выставки, а мини-выставки. Чтобы вынести что-то для себя. Птицы – это символ. Деревья. То есть у этой художницы это все символично. Сон зимнего дрэва. Ну это что? Ну опять же зима. Все напоминает о зиме. Впереди нас ждет. Зима. А название какое? И прогулка называется. Шпацер на Белорусской море. Шпацер у студени. Ой, ну обратите внимание. Шпацер. Еще у нас есть такое в народе выражение шпацеровать. То есть гулять. А тут связь между интернетом и девочкой, которая, наверное, летом гуляет. Называется интернет на ускрайку. То есть интернет на краю. На ускрайку. Так дословно я перевожу. На окраине. Далее дерево. Опять дерево. И оно изображено похоже у нее на картинах. На картинах она подписывает себя Патсинка. И вот так вот выглядит вся выставка. Мне вот не жалко трех рублей, потому что здесь действительно картины уникальные. Крык. У меня много картин отозвалось. То есть каждая выставка, которая проходит галерея мастерства, она мне отзывается и в сердце, и в душе. Опять дерево. Опять, только здесь уже не прогулка, а кормление курей. Кормление курей. Так и называется. У моей бабушки были куры. И мне это все знакомо. Она держала и курей, и корову. Святочный день. Праздничный день. Вот я напоминаю. Далее я решила пройти по галереям мастерства, посмотреть картины на продажу. Вот эта верхняя картина – это Евтихиев Денис. Далее эротическая картина Дениса Евтихиева. Это была выставка. У меня ей посвящено видео. Мало просмотров, но она на меня глубоко задела. Очень глубокий художник. И причем он очень симпатичный. Модель и красивый. А вот снаружи я обещала показать другие картины художницы. Это шишки, лимон, цветы такие с осенним таким вайбом. И вот эта вот картина, посвященная зиме. Тоже деревья. Был крыштальный день. Внутри, наверное, и снаружи картина. Я названия все вам прочитала. Показала все в подробностях. Также посмотрим на витрины. Я обещала корабль с красными парусами или червоными. Картина «Подсолнухи». Видите, такая осенняя тематика отыгрывается. Молодцы работники галереи мастерства. Готовы. Далее можно пройтись рядом с галереей мастерства. Вот такой вот интересный бутик. Я бы так его назвала. Какие-то итальянские недель моды. Но я в этот магазин не заходила. Я подробностей не знаю про этот бренд. Кто этот бренд знает. Расскажите. Может быть, у вас есть одежда. Я люблю вот такие вот бренды «Кико Ричи». Просто удивительно, что в Беларуси малоизвестный такой бренд. А может быть, он известный, итальянский бренд. Я, может быть, чего-то не знаю. Может быть, он уникальный. Но показывает, что очень красиво украшены витрины. А далее я в галерее, в наш торговый центр. Торговый центр галереи. Адрес я напишу, как вы просили. Это моя шубка из Бифри. Тоже купила в галерее. Буду примерять джинсы в Коллинз. Вот просто мне вот захотелось. Я вообще маньяк по джинсам. То есть люблю очень джинсы. Мне лучше не заходить и не мерять их. Но в этот раз что-то пошло не так. Я думаю, те джинсы, которые понравились, их не было. Ну вот первый вариант покажу в подробностях. 109 белорусских рублей. Размер 27,732. Как-то они мне коротковаты. Ну потому что они на 1,70 рассчитаны. А я 1,74. Модель 970 Берри. То есть это не сильно такие широкие джинсы, но все же. Следующая модель тоже Берри. Я буду мерить Берри и Мира. То, что сейчас в тренде. Вот 27,34. Они уже будут подлиннее. То есть мне по ростовке хорошо. И подороже. 149 белорусских рублей. 90 копеек. Все в подробностях показываю. Параметры. Попа у меня 97,98. Я в них влезу. И очень даже неплохо. Они на мне смотрятся. Удлиняют ножку. Мне нравятся эти разрезы. Они обработанные внизу. Я люблю такой посыл. И цвет уникальный. Единственное, оттопыривается. У меня талия тонкая. Оттопыривается сзади. Это один недостаток у колец. Хотя их лекала мне чаще подходят. Вот следующие. 29,32. Размерчик. 129 белорусских рублей. Интересные джинсы. И вот они на мне. Они мне большеваты. Но они мне очень понравились. Я хотела на размер. А то и на два меньше. Но в магазине их не было. Они очень хорошо ложатся. Я хочу в другом магазине посмотреть. Далее модель другая. 28,32. Размер. Вот что девушка мне подобрала. То я им перемеряю. 129 белорусских рублей. Почему-то написано For Egypt. Для Египта. И вот так вот смотрятся они на мне. Мне не нравятся. Мне нужен размер. Меньший. И вообще они такие молодежные. Вот а-ля 2000. И еще одни джинсы. Не буду вас грузить. Это уже мира, насколько я помню. То есть широкие такие джинсы. 149 белорусских рублей 90 копеек. Они мне очень понравились. Я люблю именно такой цвет. Но они мне очень большие. Очень странно. То есть не понять у Коллинса, что покупать. Я вернулась со своей прогулки. Творческой прогулки. Без примерок не обошлось. Но я купила по необходимости. У меня так стали снашиваться носки. Я так много хожу. Но я опять купила носочки Марк Формель. Да, они быстро снашиваются. Но они такие забавные. Они такие приятные. И вот купила себе три пары. 39,41. У меня размер обуви 40,41. Вот купила себе такую вот розовую. Розовый леопард. Ну супер. Супер. Я очень люблю. Еще они очень красиво расписывают цвет. Малахит. Все носочки по 4 белорусских рубля. 49 копеек. Это очень бюджетно. 65% хлопок. 30% полиэстер. 5% эластан. За вот этот вот яркий малахит. Сочетание цветов просто что-то. Кстати, зеленый это фирменный цвет Ботега Венита. Вот эти носочки я покупаю второй раз. Я ношу свои челси. И мне под эти челси нужны высокие носочки. Эти мне подходят как никогда. Та же цена. Состав 64% хлопка. 33% полиэстер. 3% эластан. Кстати, состав отличается. Цвет белый. Но мне так нравится эта девушка. Падающая в вино. У них много носочков. То есть где-то 3 штуки связанных с вином. И вот не смогла отказаться от этих розовых носочков. Don't call me angel. Не называй меня ангел. И здесь написано цвет почему-то лиловый. Хотя это розовый. И состав тоже. Очень мне нравятся эти носки. Просто принты. Невозможно пройти мимо. И люди у нас тоже очень любят вообще и домашнюю одежду Марк Формель. И одежду на каждый день. Теперь они еще и джинсы классные делают с необработанным низом. Супер. Еще я проходила мимо книжного и купила вот такой вот календарик с котиками. Кошарики в деревне. Сейчас я вот так вот распакую. Вот здесь вот такое вот оформление. Стоит 13 белорусских рублей. Достаточно бюджетно. Но он такой милый. Такой красивый. Освобождаю от пленочки. Такая вот распаковочка. Медный всадник. И вот он календарь. Ой, я не ожидала, что здесь так все глобально. И вот они рисунки. Ой, какие хорошие котики. Вот сало, вот хлебушек, вот семечки. Ради этой картинки я, кстати, и купила. И вот здесь вот рисунки. Конечно же, я все вам покажу. Вот они какие прекрасные. Одно удовольствие. Такая милота. Ой, недавно разгадывали с сыном загадку. Там ландыши. Это горошки на палочке. Там названы белые горошки на палочке. Действительно, ландыши. Также вот такое вот интересное изображение. У меня дедушка был заядлый рыбак. Ой, цветущее дерево. Я уже хочу весну. Далее. Май это был. Май, июнь, лето. Пионы. Какая радость. А на белорусской мове пиония. Пионы. Также вот такие вот. Июль. По-моему, люпин растения называется. Поправьте меня, если знаете. Ну, художник великолепный. Также август. Это уже конец лета. Ну, посмотрите, какая крыша. Я в первый раз вижу такое. Очень забавно. Также сентябрь. Яблочки. Очень много яблок. Шарлотка каждый день. День, конечно же, октябрь. Вот он, ноябрь, когда родилась я. Можно посмотреть, что я 29-го. Ура, суббота, это будет. Хороший день. Декабрь. Ой, как мило. Читать книги на ночь. Книги объединяют. И вот на 2026 год календарь. Тоже с рыбкой сидят. Чудесный календарь. И на этой прекрасной кошачьей нотке я заканчиваю видео. Пока-пока. Всем здоровья и отличных эмоций. Проживайте каждый день с удовольствием. Ой, какие красные сапожки милые. Вечером неожиданно у нас образовался праздник. Мы пошли с мужем тусоваться на Зыбецкую. Да, мы решили развлечься. А когда еще предоставится такой момент, как не на праздник революции? Мы обошли несколько мест. В этом суть. Зыбецка мне понравилась вот эта власть. То ли женщина, то ли мужчина. Я не поняла. Также везде черепа, розы в глазах. Я заказала коктейль. Его украсили таким вот лепестком нежным. Сарганзы, наверное. Я заказала именно фейхуа-шприц. Игристое вино фейхуа. И там был молочный улун. Интересные коктейли. Это я снимаю. Антураж весь. Ну, там везде интересно. Но обратите внимание на памятник. Это самый маленький памятник Беларуси. Здесь беларусы справляют Беларуси на Беларусь. На этом моменте я заканчиваю. Если гулять, то культурно.